Четвертая домашняя тренировка, 45 минут на задание, расширенная разминка и два варианта основного задания и скилл, который нельзя не сделать. Все это ждет вас в сегодняшнем видео обзоре. Если готовы, поехали! Привет, друзья! Разрешите представиться, тренер CrossFit Level 2 в Додро Северной. И сегодня мы с вами начнем нашу четвертую тренировку. Начнем мы ее с разминки. В разминке сначала проведем суставную часть. То есть необходимо размять наши суставы и связки, руки в замок. 5 повторений в одну сторону, 5 повторений в другую сторону, 3-4 подхода. Дальше руки на плечи. Обращаю внимание на плечи. Плечи тянутся сначала вверх, потом вперед, вниз. И назад. Полную амплитуду. Дальше вытягиваем руки. Начинаем выполнять махи руками. Про плечи не забываем. Они также остаются активными. Машем руки в одну сторону, в другую. Дальше для того, чтобы развить нашу амплитуду движения еще больше, выполняем такое движение пловец назад, пловец вперед. Не торопимся, делаем спокойненько. Самое главное, расслабляем руки, работаем плечами. Плечи активно двигаем. После этого переходим на работу таза. Наклон вперед, наклон влево, наклон вправо. Поднимаем руку. Чувствуем, как наши позвоночники начинают трещать. Выполняем по два наклона в одну сторону, два наклона в другую сторону. И вращение тазом, закрываем наши движения именно в этой области. Дальше у нас идут гудмонинги. Смотрите, для того, чтобы ниже сесть, необходимо раздвинуть коленки в стороны и немножко согнуть ноги. После этого выполняем наклоны к одной ноге, наклоны ко второй ноге. Если закружилась голова, делайте это до уровня колен. Берем руками колени, сначала с внешней стороны вовнутреннюю начинаем вращать, потом в другую. Делаем 3-4 подхода по 3-4 раза всего. После этого переходим на вращение в присед. Коленки в сторону вовнутрь, сели, встали. И в обратную сторону. Сели, коленки внаружу, встали. Спокойненько. Слышим, как трещат наши суставы. Разминаем их. Переходим на работу голени, голеностопа. Вращаем в одну сторону, в другую. По 5-6 раз, каждой ногой 2-3 подхода. На этом наша разминка суставная закончилась. Переходим к нашей динамической разминке. Динамические разминки необходимо сделать за 6 минут. 4 подхода. Это 5 отжиманий. 30 секунд. Стойка в планке. И 10 выпрыгиваний с положения сед. Во время выпрыгиваний не пытайтесь сесть глубоко, если это некомфортно. То есть, разминка должна проходить в комфортном состоянии. Вы должны чувствовать, что у вас все гладко двигается, ничего не хрустит. Если что-то вы заметили, сбавьте скорость. На этом закончилась наша разминка. Мы начинаем выполнять основную часть. В основной тренировке у нас бёрпи. Первое упражнение. Необходимо бёрпи выполнять таким образом, что руки должны быть чуть шире положения ног. Смотрите, ноги идут вместе, руки шире. Ноги не заходят за руки в стороны. Бёрпи необходимо сделать максимальное количество за 1 минуту. Второе упражнение это джампинг джек. За вторую минуту максимальное количество этого упражнения. Джампинг джек. Третье упражнение. Подъемы корпуса лёжа. Выполняем в строгом стиле. Без... А нет, с махами. Выполняем с махами. За третью минуту. Максимальное количество подъемов корпуса лёжа. Четвертая минута. Отдых. Итак, у нас задание. 5 раундов. Первая минута максимум бёрпи. Вторая минута максимум джампинг джек. Третья минута максимум пресс. Четвертая минута отдых. Как не нужно делать бёрпи? Ошибки. Это широкая постановка ног. Это слишком сильный прогиб. Ошибки в джампинг джек. Быстро неконтролируемые прыжки. Ошибки подъема корпуса лёжа. Неполное выпрямление. Руками задели пол и выпрямились. Необходимо полностью доводить корпус до нужного уровня. Теперь облегчённый вариант. Как облегчить? Это можно сделать бёрпи без отжиманий и без прыжков. Это можно делать сползающий бёрпи, зашагивающий подъём. Джампинг джек можно заменить на любые прыжки со смены ног. Да, абсолютно любые. Самое главное производить движение. И пресс, подъём корпуса лёжа можно выполнить с прямыми ногами. Либо вы можете ноги зажать под какую-то поверхность для того, чтобы они не приподнимались и помогали вам полностью встать. Теперь усложнённый вариант. Все те же упражнения, но сначала бёрпи с рывком гантели. То есть первую минуту выполняем максимальное количество бёрпи с рывком гантели. А рука всё время меняется. Либо делаем заброс гантели на грудь плюс толчок. Выберите то, что подходит именно вам. Первую минуту максимум бёрпи с гантелей. Рекомендую выполнить рывок. Вторая минута. Это двойные прыжки на скакалке. За один прыжок вы выполняете двойной оборот скакалкой. Если вам будет трудно это сделать, вы можете взять гантель и выполнять боковые перепрыгивания через гантель. Соответственно, считаем каждый прыжок. Да, это более опасное упражнение, так что можно свернуть стопу. Надо быть предельно аккуратным. И третье упражнение. Это подъемы корпуса лёжа. Но мы выполняем пулловер с гантелью. Гантель берём в виде молота. Завоем за голову. Выполняем вот такой подъём. То есть за третью минуту максимальное количество подъёма корпуса лёжа с гантелей. Гантели касаются за головой земли. Четвёртая минута. Отдых. Таким образом, наша тренировка 5 раундов. Первая минута максимум бёрби. Вторая максимум прыжки. Третья максимум пресс. Четвёртая отдых. В зачёт идёт максимальное количество повторений. И скил. Во время скилла задание следующее. Выполнить за 2 минуты максимальное количество удержания. Положение краб на прямых ногах. Здесь необходимо держать это положение как можно дольше. Удержите его столько, сколько сможете. Каждая секунда это одно повторение. Облегчённый вариант это краб на согнутых ногах. Остановимся и удерживаем. Но лучше делать в классике. Достаточно тяжёлое упражнение, которое вам очень понравится. На этом наша тренировка закончена. Всем удачи и жду от вас отличных результатов.